Байер На матче с Грозным клубом из Мюнхена команда наверняка мобилизуется и сделает все, чтобы одержать сегодня победу. Ну, мою оценку Роберта Ливандовски, я думаю, ты прекрасно знаешь. Знаю и, честно говоря, с ней категорически не согласен. Он несколько лет играет на высоком уровне и регулярно забивает. Чего же тебе еще надо, черданцы? Да ты статистику, Генич, посмотри. Может быть, я немного разочарую тебя, Константин, ведь ты не бывал на Альянс-арене. Она с виду вот очень красивая, да, подсветка синяя, белая-голубая, а заходишь внутрь обычная бетонная конструкция, ничего особенного. Ну, этим славятся многие стадионы в Европе. Вроде бы внешний фасад выглядит очень изящным и притягательным, а внутри арены действительно ничего особенного. Итак, состав Баварии. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг открывает. Посмотрим, как все сложится в этом матче. Вратарь Баварии Мануэль Нойер многими считается лучшим вратарем мира. Хотя поклонники других вратарей, Косилис или Буфона, наверняка с этим поспорят. Но так или иначе, недавно Нойер обошел легенду немецкого футбола Оливера Кана по среднему показателю пропущенных мячей за матч. И по процентному соотношению матчей, сыгранных на ноль. Нойера уже нарекли создателем новой вратарской школы. Прототипом голкипера будущего. Футбольным новатором. Все из-за его активного участия в комбинационной игре команды. Голкипер то и дело выходит из своей штрафной, ближе к полевым игрокам. Смотрим начало атаки. Мюллер. Чарльз Арамбас. Тевин фолк. Удар! Роберт. Поварий идет вперед. Хорошая игра защитника. Чисто сыграна. Тевин фолк. Хороший по задумке пас. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Байер идет к воротам соперника. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Он бьет. Спасает команду вратарь. Сыграл он действительно здорово. Безупречно. Очень сложно было отразить этот удар. Попытка обострить игру. Мюллер. Мюллер иногда производит впечатление неказистого игрока. Но все это мираж. Потому что каждое движение Томаса расчетливо и обдумано. Да, порой в действиях Мюллера нет лоска и шика. Но и мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Оригинально сыграно. Мяч остается у них. Роберт Ливандовский ведет своих партнеров в атаку. Надежно играет защитник. Атака прервана. Орангес. Кевин Фолланд. Есть пространство. Есть варианты для развития контратаки. Есть еще возможность провести контратаку у команды. Мац Хумиц. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Байер идет в атаку. И решил пробить. Вратарь намертво забирает мяч. Ариен Робин. Робин. Ариен Робин сегодня в составе. А значит команда будет одинаково хороша и в позиционном нападении, и в контратаку. Робин знает, когда притормозить, а когда ускорится. Его рваный ритм ни одному из защитников по вкусу не придется. У нас счет равный. Посмотрим, останется ли он таким же после розыгрыша вот этого углового. Выносить надо. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Не прошел этот пас мяч у соперника. Левандовский. Наличие в составе Левандовский позволяет тренеру выбирать из сразу нескольких атакующих тактик. Ну, например, можно взять и просто насытить штрафную навесами. Ведь поляк здорово играет головой. А можно наоборот поиграть низом в проникающий пас. Левандовский всегда чувствует, когда увезти за собой соперника, освободив зону партнера. Посмотрим за этой атакой. Ну-ка, ты можешь баланс! Вратарь забирает мяч. Какой-то, знаете, между собойчик. Джошуа Кимик. Роберт. Защита справляется. Кимик. Угловой будет подавать Баварин. Подает Кимик. Родригес. И есть пол. Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. Казалось бы, можно ожидать, что Баварин затолкнет мяч ворота, но нет. Ее игроки некрасиво забивать вы. Но здесь, казалось бы, все просто. Подача с углового и точно удар головой. Баварин вышла вперед. Игра возобновляется. Бенда. Смотрим начало атаки. Здесь защита справляется, мяч отобран. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Мюллер. Томас Мюллер. Пока неплохо. Джошуа Кимик. Робин. Здорово сыграла оборона. Удалось блокировать удар. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Не получилось контратака. Соперник успел сесть в оборону. Заканчивается первый тайм. 1-0. Футбол на Альянс-арене. Едем дальше. Алан. Альянс-арене. Альянс-арене. Игра. Иван Довский, надо решать Гол, забивают еще один мяч они И теперь в два мяча ведут И с такой ситуацией очень сложно будет выбраться сопернику Какое-то невнятное действие в обороне И вот, пожалуйста, как результат, гол Да, защитники оказались совершенно не готовы к такому молниеносному выгоду 2-0, самый нелюбимый счет Фавио Капелло Бендер Байер идет к воротам соперника Выбили у него мяч Кому он достанется? Ариен Роббер Почти не ошибается он сегодня в передаче Мюллер Мяч вышел за пределы поля И Байер будет вбрасывать Похоже, тренер готов произвести замену Джонатан Тах Томас Мюль Бавария переходит в атаку Белараби Ларс Бен Переквачен этот пас И довольно своевременно Джошуа Кими 2-3 матча сыграно Последние полчаса игры смог Давид Алаба Франк Рибери Алаба Хави Мартинес Джошуа Кими Бавария идет вперед Левандовский Отличный пас И это удар Спасает команду вратарь Сыграл он действительно здорово Безупречно Очень сложно было отразить этот удар Бавария подаст к главу Отправляется на скамейку игрок И трибуны просто с ума сходят Ну что, вот такие овации Достойная награда игроку Который сегодня проявил себя во всей красе И прямо в центр Мац Кумельс Опасный удар какой Рядом со штангой мяч проходит Он нанес прицельный удар головой Но точности ему немного не хватило Алаба Мюллер Сыграно-то точно А вот стоило ли? Перебери оказывается Вибери Угловой разыгрывают футболисты Мюнхенской Баварии И в центр штрафной Мяч летит от углового флага Выше ворот Хороший удар головой Он удачно выбрал момент И прицельно пробил, как казалось Но мяч в створ ворот не попал А ладно Отличная передача Верхом на ребери Смотрим Левандовский Левандовский Спасает голкипер ворота Но придется ему еще старт И мяч у вратаря Без труда он его забирает Хорошее оборонительное действие И кто первым успеет к этому мячу? Франк Рибери Свен Бен Орангис Белараби Буатер Мюллер Хорошо играет в пас Но тут надо признать Что и соперник-то не особо мешает В отборе играет действительно слабовато Мюллер Не прошел удар Защита на месте Пошли последние 10 минут игры Тевин в фол Смотрим начало атаки Грамотный пас Все по делу Мяч у атаки Что дальше будет? Тем временем готов игрок Отстающий команды Вступить в бой со свежими силами В центр штрафной Орангис Некоторым командам Гораздо легче даются голы с игры Да и вообще Да, несколько тяжеловато Сегодня выглядят футболисты Не хватает им, конечно, легкости И, я бы сказал, свежести Вибери Томас Вюллер Из этой атаки может получиться Что-то стоящее Вот это пас Вибери на убойной позиции Штамбе спасает Но игра продолжается И Мюнхенская Бавария Может извлечь пользу Из этого в Брасл Тиаго Хорошая игра Защитника Чисто сыгран Смена Бэнг Бай Как он работает с мячом Кевин Полан Шикарное спасение Казалось бы Сто процентный гол А нет Великолепная реакция Вратаря Как он вытащил Замена в составе Бай Мяч летит в центр штрафной В этой атаке Оборону пройти Не удалось Тиаго Судья добавляет Три минуты Орангис Вынос Главное, чтобы повыше И посильнее Именно так, наверное Его учили в детском Шесточке И звучит Финальный свисток Матч завершен Это победа А победителей Как известно Не судят А три очка Как мы с тобой знаем Так сказать Не пахнут Константин Хотелось бы услышать Как на тот взгляд Ливандовский сыгрался Сыграл он здорово Забил очень важный гол Заслужил победу Вместе с командой Больше нечего Давай